Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Дегустирую томаты. Подошла очередь попробовать тяжеловес Сибири. Это вот тот самый томат, про который я говорила. Он похож на пудовика, на ботяги, на розовый мед. Все они сердцевидные, розовые. Вот он у меня тяжеловес Сибири. Шикарные томаты, но нам нужно обязательно посмотреть, какая у него начинка. Нет ли пустоты, нет ли белых там стерженьков. Сейчас я посмотрю и все вам покажу. Тяжеловес Сибири это еще один сибирский богатырь. Вот он входит в ту самую четверку наших таких популярных сибирских сортов. Куда входит ботяня, пудовик, любимый праздник и тяжеловес Сибири. Я говорю, что я туда же еще и розовый мед отношу. Но там немножко тип куста другой. А ботяня, ой, вот этот тяжеловес Сибири, все перепутала. Тяжеловес Сибири отличается тем, что у него совсем другое строение куста. И про него говорят, что его можно выращивать без пасынкования. Но тут же я добавляю, что для получения более крупных плодов, пасынки все-таки лишние нужно убирать. Я вот в теплице выращиваю, как обычно, в два ствола. На улице могу позволить оставить четыре ствола. Но при этом я знаю, что сильно огромных таких великанов уже не получится. Их будет больше плодов, но они будут мельче, усредненные. Вообще, указывает производитель массу до 500 грамм. Но вот это только, конечно, первые плоды будут сильно тяжелые. А так, вот не знаю сколько, ну 250, ну 300. Вот такой средний, крупный, средний для крупноплодных, средний крупненький томат. И еще указано на пачке, что он имеет, как бы вам сказать, форму уплощенно-сердцевидную. Но знаете, на кустах встречаются всякие. Вот с одного куста. Да, вот это вот у нас уплощенно-сердцевидная, как бы тупой кончик. Есть вот такой средний, он вроде не тупой, не острый. Но на этом же кустике я нашла и вот такую остренькую. Короче, я его считаю просто сердцевидная форма, вытянутая сердцевидная форма. Розовый, малинового цвета. Про куст скажу, что куст низкий. Он 40-60 сантиметров по открытом грунте. Но в теплице, я вот в двух вариантах выращиваю. Да, на улице он полметра вырастает, не больше всегда. А в теплице вырастает почти до потолка. Но это специфика выращивания тепличного. Там все вытягиваются. Раннеспелый, крупноплодный. Вот в теплицах начало июля. Я всегда уже рву желовес в Сибири. Вместе с подовиком, с любимым праздником. Такое же внутреннее содержание, как и у других томатов. Вот этих многокамерный. Вся средина в томатной мякоти. Камеры крошечные и крошечные. В основном идет вот эта вот масса томатная. На вкус он вкусный. Мы сейчас, конечно, попробуем его. Так же, как и у тех сортов. Тут внутри, видите, разливается такое небольшое малиновое пятно. Если бы я не сорвала его сейчас. Вот они у меня все немножко рано снятые. Видите, еще светлое пятно у плодоножки. Оно должно потом исчезнуть вообще. Сейчас я попробую. Очень приятный вкус. Вкус приятный такой. Как бы вам сказать. Я не могу сказать мысленистый. Но вот такой вот прям. Немножко есть доля кислинки. Но вот такая как бы томатная сладость преобладает. То есть, это не та кислинка, которая забивает весь вкус томата. Томатный вкус. Такой без всяких без фруктовых ароматов. Без повышенной сладости медовой. Но сладковатый чуть-чуть с кислинкой. Это у нас тяжеловес Сибири. Мы его любим за крупноплодность. За раннюю спелость. За то, что он может такие огромные свои плоды по 300, по 400, по 500 грамм на кусту не только сформировать, но они еще успевают вызреть. Не только в этом году, а всегда. Каждый год сажу тяжеловес Сибири. И каждый год снимаю спелым. Прям с кустов с улицы. Не важно какая погода. Холодное лето, дождливое. Все равно спеют на кустах. Сорт сибирский. Это номер 52. Тяжеловес Сибири. Тяжеловес Сибири.